Сам формат интервью, как такового, это уже, конечно же, давно не новое. И не было нового до появления на ютубе такого шоу, как «Вдуть». Вы, конечно, все слышали про него и смотрели, ведь за все годы существования у Юрия на канале уже скопилось огромное количество интервью с людьми, которые добились немалых высот в самых разных сферах. Актеры, артисты, ученые, политики, комики и бизнесмены. У Дудя уже побывали, если не все публичные личности, то очень многие. И вообще, у знаменитостей это уже как обязательная галочка дать интервью Дудю. Как я уже сказал, сам формат интервью это не оригинальная идея Юрия. Но именно его выпуски являются этаким эталоном того, как должно происходить интервью. Ведь Юрий уже много лет в этом деле, поэтому его можно смело назвать профессионалом. В связи с этим мы решили сделать этот выпуск ТОП-5 интервью Дудя, основанный на результатах вашего голосования в нашей группе ВК. Поплыли! На пятом месте сегодня выпуск интервью с полицейским с Рублевки и самым известным пародистом Бурунов. Место номер 5 Сергей Бурунов является одним из самых узнаваемых актеров в России. Во многом благодаря своей главной роли в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки». Именно поэтому в декабре 2018 года и состоялось его интервью у Дудя. Вы конь? Ну, меня по-разному называли, но можно и так. Как было оглашено в самом выпуске, Бурунов тогда был самым запрашиваемым гостем на интервью среди зрителей Дудя. В начале интервью Юрий решил расспросить Сергея о том, был ли у него так называемый актерский кризис и как он его переживал. Актерский кризис это когда человек профессионал с высшим актерским образованием, но при этом большие и глубокие роли ему не предлагают и приходится играть, цитирую, «бессмысленные роли в дешевых театрах и на детских утренниках». Бурунов так и рассказал, что было время, когда он имел всего 1000 рублей на балансе, а телефон его агента молчал месяцами. Также он рассказал, что в целом 2014 и 2015 года были для него достаточно тяжелыми, ввиду того, что он был утвержден на важную роль в большом проекте, который должны были снимать в Украине. Но в связи с историческими событиями, произошедшими в то время, все обломалось. Как вы жили? С точки зрения быта? Тяжело. Но спустя некоторое время все изменилось и дела пошли в гору, когда Бурунов принял участие в полицейском срублевке. Далее в интервью они немного поболтали об начинаниях Бурунова, как актера озвучки. Так, между делом, Сергей также рассказал историю о том, что когда он только поступал на актерский, родители в него не верили и хотели, чтобы он был инженером. Но когда он получил диплом, они уже подуспокоились. Также в интервью обсуждалась поездка Бурунова в центр реабилитации, на что сам актер сказал, что это очень помогло ему в осмыслении жизни. Ну, в том плане, что вот когда начинаешь себя жалеть, а потом видишь больных детей, которым по жизни еще в 500 раз труднее, задумываешься о том, а так ли все у тебя плохо. В целом интервью довольно размеренное. Юрий смог уместить в час разговора все, что интересно знать об актере. Подготовка к ролям, знакомство с продюсерами, личная жизнь и быт. И, конечно же, реклама Альфа-банка. Четвертое место вы отдали интервью с актером, который взорвал благодаря своему собственному авторскому сериалу, который снимался не для телека, а для интернета. Лапенко. Место номер 4. Антон Лапенко это еще один актер, только уже немного другого формата. Это чуть-чуть не то. Хотя начинал он, как и все профессиональные актеры, с театра. Но знает этот сериал внутри Лапенко, где он сам исполняет все роли. Если хочешь найти крысу, надо думать, как крыса. Все, начинаю думать, как крыса. Вообще, это интервью у Дудя является первым и единственным интервью Антона Лапенко. И именно по нему я писал выпуск «Факты про Лапенко». Ведь именно в этом интервью выдано наибольшее количество информации об актере. Прежде всего, в видео обсудили жизнь Антона до взрыва его сериала. О том, как он был артистом электротеатра в Москве. Где играл в основном незначительные роли. Далее Антон разложил Дудю историю того, как он придумал образ инженера в своем сериале. Объяснил, откуда именно была взята интонация. В целом, вообще почти все интервью было посвящено сериалу внутри Лапенко. Также объяснил, почему решил снимать сериал именно в стиле ретро. Далее Антон, конечно, рассказал про свою огромную многодетную семью. Перечислил всех братьев и сестер. Также в интервью Лапенко объяснил, как придумал вставить в сериал отсылки к фильмам «Брат», «Брат 2» и «Игла». Кроме этого, он также пояснил, что действия внутри сериала, хоть и происходят в советские времена, снято все практически без декораций. Это было к тому, что в России десятилетиями пейзажи маленьких городов практически не меняются. На одном из мест съемок сериала они и побывали с Юрием, где Антон объяснил еще пару своих образов, а также рассказал о знакомстве с продюсером сериала Славой Дусмухаметовым. То есть я могу видео придумать из-за фразы какой-то прикольной. И вокруг нее уже там вот это все. В целом, в интервью Антон Лапенко кажется обычным скромным чуваком, не без чувства юмора, но и умеющим поговорить о высоком, так сказать. На третье место в этом топе вы поставили интервью со стендапером, который имеет узнаваемость как на телеке, так и на ютубе. Щербаков. Место номер три. Алексей Щербаков – это один из самых хайповых стендап-комиков на данный момент. Думаю, многие из вас видели его выступление, а также знают его по участию в шоу «Что было дальше». Интервью Дудя Щербаковым стоит на седьмом месте по просмотрам на канале. Начинается оно с небольшого отрывка из его концерта в Нижневартовске. Он влюбился и говорит, пап, пап, вот смотри, она мне нравится. Вот она. Маш, привет! А она поворачивается. Просто один. Дальше они с Юрием поговорили немного о музыке, Алексей продемонстрировал, как он умеет играть, поговорили про панк-рок и любимые группы Щербакова. Ну а уже само интервью ТТТ в студии, Алексей начал с того, что охарактеризовал свой юмор словами. «Я просто говорю то, что мне интересно, а это оказывается род деятельности». Тогда же он подчеркнул, что совершенно не знаком с классической стендап-литературой и не смотрит западных комиков. Что мне показалось интересным, так это то, что Алексей сказал, что в его понимании слова «быдло» это не обидно. Мол, если человек немного грубоват, хамоват, и ему смешно смотреть, как другой человек, например, падает на роликах, то это значит, что чел просто веселый и ничего стыдного в этом нет. А потому и нет причины стесняться такого юмора. Успели. Пока золоса не зашла. Дальше по интервью речь зашла о личной жизни Щербакова, где он сказал, что, цитирую, «я занимаюсь любовью с женой, в первую очередь ради нее самой». В чем, кстати, повторил высказывание Нагиева на эту же тему. Между прочим, именно с этого и пошел тот мем про Щербакова и Кунилингус. Далее пошел блог про службу Щербакова в армии, где упомянули и снятый им в Карелии шуточный видеоролик, где он прикидывается безумной воякой и отдает честь вертолету. Лол. В интервью Алексей пояснил, что не любит людей, повернутых на армии, но своей собственной службой гордится. Он сказал, что служба в армии много дала ему по жизни и многому научила. И тем не менее, он мало что помнит из той жизни из-за того, что помимо службы у него и так насыщенная интересная жизнь. Также интересно, что несмотря на то, что в самой армии Алексей не видит ничего плохого, он читает, что день ВДВ для людей превратился из праздника в повод по-свински нажраться и залезть в фонтан в парке. В общем-то, в этом и заключалось все интервью. Юмор, армия, личная жизнь. Второе место в этом топе досталось выпуску с актером, которого сейчас можно видеть в каждом третьем шоу и каждой второй рекламе. Нагиев. Место номер два. Интервью с Нагиевым на канале ВДУТЬ является вторым по количеству просмотров за все время, имея на счету целых 24 миллиона просмотров. Первый же вопрос Юрия состоял в том, как Нагиеву удается совмещать свой плотный рабочий график с неожиданными проблемами со здоровьем, на что Дмитрий сказал, что это очень болезненная тема и решать такие проблемы тяжело, что вполне ожидаемо. Я вначале не понимал, думал, что просто писать хочу сильно, но не могу. Оказывается, это камень. Далее они поговорили о некоторых ролях Нагиева в кино. Тогда Дмитрий сказал, что зачастую его отношения с проектом, в котором он принимает участие, строятся не столько на деньгах, сколько на том нравится Нагиеву сама идея и концепция, как и на уважении к режиссеру. Потом разговор перешел на такую тему, как связь Нагиева с криминальным миром. Так, Нагиев рассказал, что у него есть знакомые из так называемых верхов российского криминала, которые на момент интервью отбывали срок. Позже они снова начали обсуждать кино и актерский профессионализм. Есть ли хоть какая-то реклама, которую вы снимались, и вам неуловка из-за этого? Почти вся. Почти вся. Нагиев подчеркнул, что он хоть и старается хорошо выполнять свою работу, всегда относится к ролик как к техническому заданию и не более. Проще говоря, актер вживается в роль на съемочной площадке, но там ее и оставляет, а в жизни остается с собой. Он объяснил это тем, что играть ему, конечно, нравится, но нет ничего интереснее самой жизни, какую роль ему бы не предложили. Но далее он объяснил, что само занятие искусством, в частности, кино, его привлекает тем, что оно создает у человека ощущение чуда. Далее пошел разговор про шоу «Голос» и участие в нем Нагиева. Сам актер прокомментировал это так. «Голос» — это самое праздничное и яркое шоу, в котором я участвовал. Ну и победил в голосовании «Упусков Дудя» с самым известным и уважаемым кинокритиком и обзорщиком нашего времени, к мнению которого уже прислушиваются сами режиссеры и киностудии. «Бэт Комедиан». Первое место! Интервью с Евгением Баженовым не могло пройти иначе, как в разговорах о кино, жанрах, режиссерах, актерах, студиях и так далее. «Бэт Комедиан» а сейчас смело можно назвать самым известным кинокритиком России. Интервью он начал с того, что описал съемки «Дружко» шоу, где был первым приглашенным гостем. Далее пошел рассказ о том, как он пообщался с самой Сашей Грей в рамках его проекта, который в итоге, по его собственным словам, провалился. Далее Евгений назвал русских режиссеров и их фильмы, которые ему нравятся. «Тимур Бекмамбетов, на твой взгляд, крутой?» «Безусловно, у человека просто невероятно работает башка». Позже они с Юрием немного поговорили о литературе. «Бэт» тогда рассказал, что он в основном слушает музыку по чтению книг. То есть у него для каждой тематики в литературе есть свой жанр в музыке. И чтобы книга ему понравилась, ему нужно найти под нее правильную песню. Далее речь зашла об истории, об отношении Баженова к такой исторической личности, как Ельцин. Тогда же Евгений пояснил свое отношение к политике в целом и сказал, что, цитирую, «Ради народа никто ничего не делал никогда». «У нас проблема с экономикой», заявил министр экономики. Но он разработал новый план развития. К этому он добавил свое мнение, что это очень странный образ мышления, когда речь идет об исторических событиях, размышлять в духе «А что бы было, если бы?». Кроме этого, также в интервью была немного скользь затронута личная жизнь «Бэткомедиана», которую он прокомментировал не слишком ярко и развернуто. Но и не в этом суть. «Насколько я слышу, «Бэткомедиан» Дженни Баженов и Катя Клэп это скрывает». «Может, интересно, откуда вот эта информация бы с дубом?» «Что вы скрываете?» «Ну, допустим». Сконцентрированное интервью было на фильмах, и о них там наговорились вдоволь. Собственно, чего и ждешь от интервью с кинокритиком. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, какие гости Дудя тебе показались самыми интересными и почему. И не забудь посмотреть наши другие ролики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...